Здравствуйте, всех приветствую из студии Укралай ФТВ. Николай Спиридонов в гостях у нас. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Андрей. Политконсультант. И в этом смысле вы не просто нас консультируете сейчас, а рассказываете какие-то темы очень важные, мы их освещаем вместе с вами силой вашего разума. И, конечно, сразу я буквально перед тем, как мы сели на стул, довольно сказали, представляете, Андрей, закон Савченко же отменили, кроме всех тем, которые мы обсудили, и с этого мне хочется начать. Для нас это очень важное событие, важное наоборот, потому что, не дай бог, теперь же не засчитают, не год за два, как там, от тюрьмы и от сумы, и вот тут закон Савченко. В чем его суть и что теперь следует из этого не падение или политические последствия, это вообще какая-то популярность Савченко? Да, ну, во-первых, да, хорошо, что вы беспокоитесь о тюрьме в нынешней стране. И о суме. Недавно был же случай, что даже два с половиной года условно там дали парню во Львове, который постил коммунистическую символику там какую-то в фейсбуке. Я просто вот фразу там, коммунизм плюс советская власть, элитрификация всей страны и все. Так что, грубо говоря, если вы... Или учиться, учиться и учиться, это уже, наверное, пока условно. Да, если вы в фейсбуке запостите, допустим, Владимира Ленина, то придется носить передачи. Поэтому, да. Тут не точно. Вот все-таки закон Савченко, Николай, он давал возможность людям, которые находятся в СИЗО, да, в СИЗО, как-то засчитывать это как год за два, да, как вот времена службы там на Дальнем Востоке или где-то в ГСВГ считали год за два. Вот что теперь произойдет? Ну, это же опять очень много людей у нас получается сидеть в СИЗО подольше или что? Да, там засчитывался день за два, потому что год за, может быть, кто-то... Ну, это то же самое, вы сказали, год за два, но просто, может, кто-то сидел, допустим, три месяца, а вы уже решили, что должен сидеть не меньше года, поэтому я более гуманно сформулировал день за два. Ведь и в России такого же нет, как у нас, да, вот закон Савченко, это то, чем отличалась наша система от России, а сейчас уже как-то даже не знаю. Да, потому что действительно часто очень суды затягивали умышленно уголовные дела, и человек в СИЗО мог там сидеть и месяц, и год, и все это растягивалось. Потом, после обведения закона Савченко, начали день в СИЗО засчитывать за два дня, и по этому закону многие вышли, в том числе и Лозинский, например, бывший депутат, и еще разные люди вышли, потому что им засчитали пребывание в СИЗО, удвоили, и, соответственно, подошел их срок к выходу. Во-первых, считать было неудобно, да, Коля? Раньше просто ты одну царапал на стене такую, а тут нужно было сегодня по две царапать, теперь опять легче стало по одной, когда, ну, как граф Монте-Кристо. Но я шучу, а вообще, конечно, достаточно серьезные вещи происходят на стране. Перейдем сразу же к серьезным запретам, которые пока еще, я сегодня каждое утро, я начинаю с того, что раз, одноклассники. Мы не успели, да, мы не успели разобраться еще с законом Савчинка, тут вы спешите, и, соответственно, идея эта была гуманная, засчитывать день за два, тем более, что условия пребывания в СИЗО действительно более жесткие, чем условия пребывания в тюрьме, но мне пока, слава Аллаху, не довелось побывать ни там, ни там, но вот занимаясь правозащитной деятельностью, я видел условия пребывания, действительно, в СИЗО значительно более жесткие, это с одной стороны. Но с другой стороны, наверное, вот это послабление все-таки не нужно было применять к убийцам, к рецидивистам, к грабителям, к насильникам, то есть получается, что действительно многие вышли вот самые опасные преступники, и это не очень хорошо, поэтому, скорее всего, закон Савченко нужно было сохранить, но его нужно было доработать, не применять к самым опасным преступникам. Но если его просто отменили, то, во-первых, это, в общем-то, нарушение закона, это сужение имеющихся прав и свобод, потому что, грубо говоря, это же улучшало права заключенных, ее закон улучшал, а теперь его взяли, отменили, соответственно, права ухудшены, то есть ухудшать имеющиеся права уже не имеет права, это, во-первых, во-вторых, закон не имеет обратной силы, те, что уже вот сидят в СИЗО, получается, им нужно засчитывать, и получается, вот эта отмена, она тоже была непродуманная, она была поспешная, и, в общем-то, она была неправильная, нужно было существующий закон доработать. Ну, конечно, Савченко... И без всенародного обсуждения раз и отменили, да? Ну, Савченко, конечно, строго говоря, не имеет особого отношения к закону имени себя, потому что во время работы над этим законом она находилась в России, поэтому подписали закон ее именем, но она за него ухватилась, его защищает. Тем не менее, закон вошел в историю как закон Савченко. Так она сейчас защищает его, да? Чтобы вернуть ему закон, закон моего имени. Ну, она продолжает, да, отстаивать этот закон, и, в общем-то, определенные баллы на нем заработала, по крайней мере, в глазах тех, кто пребывает в местах лишения свободы. Таких у нас в стране очень много, и членов их семей тоже много, то есть кусок электорального пирога достаточно большой, и, действительно, вот при нынешних законах, там, ПД коммунизации и так далее, в тюрьму можно посадить, в общем-то, буквально каждого второго и не ошибиться. Как все-таки вы хотели эту тему закончить вот таким зловещим каким-то, Николай, ну, и правильным напоминанием. Переходим к не менее важной теме, в общем-то, к первой серьезной теме, которую все обсуждают, и вы тоже писали в Фейсбуке, как-то коротко, но, как всегда, остроумно. Что касается приказа президента, который не так-то легко может выполнить всем сразу, сколько-то в 9 миллионов, говорят, пользователи сетей социальных, да? Я, конечно, был расстроен немножко, что Ксения Собчак выступила с каким-то вот обвинением, что-то сделала даже как-то, ну, с какой-то критикой, ну, неожиданно для меня, она же, вообще-то, такой либерал, да? Ну, и, видимо, потому что до этого запретили дождь вместе с Ксенией Собчак, да? И вот, наконец-то, она смогла прорваться сквозь эти заслоны и высказаться по поводу социальных сетей. Ну, там, опять же, обыгрывается вот этот народ, народ не простит, такая народническая риторика, и сам же Петр Васильевич несколько раз, по-моему, говорил один раз, «Мой народ». Мне как-то приятно вот это слышать. Сначала было решение Совета национальной безопасности и обороны, запрете социальных сетей нашего стратегического партнера и по совместительству страны-агрессора, потому что у нас есть не денонсированный договор о стратегической дружбе и партнерстве, при этом Верховная Рада признавала Россию страной-агрессором, и вот мы имеем то, что имеем, в общем, стратегического партнера-агрессора. Стратегического агрессора, если так сократить. Ну, как-то так. И наоборот. В общем, соответственно, были запрещены сайты ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс был запрещен с пробками включительно, теперь в Киеве пробки запрещены. Нет, они есть, но они запрещены, поэтому если вы видите в Киеве пробку, то знайте, что это незаконно, на самом деле пробки запрещены. И вот идея этого была вроде как защитить информационное пространство Украины, то есть, по-моему, это решение Сан-БО где-то в феврале было. Вот сейчас в мае как бы Петр Алексеевич ввел в действие, при этом в Одноклассни, в ВКонтакте где-то зарегистрировано украинцев порядка 18-20 миллионов. Сколько миллионов должно? Ну да, то есть половина вот где-то украинцев была зарегистрирована ВКонтакте. ВКонтакте был вторым по популярности запросом, вот где-то только Гугл его опережал, поэтому, что там намного, намного, ну и при этом Контакт очень часто искали в Гугле, поэтому, соответственно, это еще и синхронизировано. Одноклассники тоже входили в десятку самых популярных сайтов по запросам из Украины. Яндекс тоже, вот лично я погоду тоже часто смотрел на Яндексе, пробки смотрел, теперь я не вижу ни погоды, ни пробок, но, тем не менее, ладно, надо как-то ориентироваться на другие сайты. Фактически это, во-первых, попытка зачистки информационного пространства, потому что, вот смотрите, у нас есть пятый канал, великий, могучий, лунолики, подконтролен фактически действующим президентом. Наверное, все должны смотреть пятый канал, восторгаться его величием, они лезут куда-то в соцсети, ВКонтакт куда-то лезут, одноклассники, а может еще, не дай бог, и Укрлайф еще и смотрят. В общем, соответственно, это уже портрет потенциального какого-то нарушителя закона. Вот сейчас нарисован, соответственно, вот хотят это информационное поле вот задавить. Ну, власть добилась того, вот нынешняя украинская, украинская, чего не добивалась ни одна власть вот из ее предшественников. То есть власть смогла достать даже тех, кто никогда в жизни политикой не интересовался. То есть очень многие там студенты, вот особенно до событий на Майдане, там было модно говорить, а я политичный, а я политичная, а я в политику не лезу, а мне в политике там грязно, так я им говорю, ребят, ну есть же классика, если вы не занимаетесь политикой, политика к вам придет домой и займется вами. Ну, как можно жить в обществе и быть аполитичным, когда еще даже Аристотель... Политика лишит вас одноклассников. Когда еще Аристотель сказал, что человек это политическое животное. Ну, как бы, ну, что изменилось, по сути, со времен Аристотеля. И вот теперь, соответственно, практически все студенты сидели в контакте. Более того, там были соответствующие группы. Обычно группы, допустим, студенческие по обмену информацией, вот постоянно в контакте, там, допустим, группа, скажем, исторического факультета, там, университета Драгманова. С ответами на вопросы билетов, да, Николай? Ну, может, и так иногда даже было. И, в общем, они все были. Потом, когда даже подростковые, там, молодежные футбольные чемпионаты, вот там, мне знакомые, футбольный тренер, вот у него в контакте вот висели все эти таблицы, вот там подростки теперь в футбол играть сложно. А суициды, вот эти суицидальные группы, что же были, да? В контакте они были или где? Что касается суицидальных групп, так это сейчас, в общем-то, мыльный пузырь информационный, потому что все эти группы стали немодные еще полтора года назад, и как бы вот сейчас у нас тоже это была одна из информационных тем, которая вот выпала ради того, чтобы тоже отвлечь внимание. Запустить в контакты, мне кажется, да? Да нет, это просто, чтобы отвлечь внимание. Наркоманы распространяли, во-первых, спейс, постоянно в контакте, ждал них, наверное, свои группы. Это же невозможно поймать, об этом же здесь говорил даже Кива. И второе, это суицид, вот из-за этого, думаю, запретил президент. Ну, если нам, допустим, наркотики не нужны, то мы их все равно не будем употреблять, пусть их хоть в контакте, хоть в фейсбуке. И вот, соответственно, вот эти все студенты, эти все подростки, они как бы уже стали в оппозиции к правительству, потому что вот им взяли, на ровном месте перерезали, и они теперь, многие из них вынуждены были вот пользоваться так называемым VPN, там, браузером по обходу этого запрета, но тут возникают два момента при пользовании VPN. Во-первых, соответственно, человека каждый раз идентифицируют из другой страны, то есть он вот заходит, пишет, что он из Голландии, заходит, пишет, что он из Канады, заходит, пишет, что он из Китая. Ну, может быть, это ерунда, но, соответственно, человек понемногу начинает отвыкать, что он украинец, он один раз канадец, другой раз он вообще нигериец, и как-то так, в общем, может, это все-таки на психике как-то и скажется, что человеку приходится каждый раз при заходе в контакт менять свое гражданство, то есть как бы будет ли он себя чувствовать украинцем, патриотичным, после этого это вопрос. Тонко-тонко. Во-вторых, вот эта программа, она тоже, в ней может быть вирус, совершенно логично, и плюс она еще и тормозится, то есть очень сильно падает, собственно, скорость. Поэтому, по сути, вот проблемы мы наделали, молодьну не мы, вот власть украинская наделала этим запретом, но основная идея была отвлечь внимание, потому что в Верховной Раде вот на прошлой неделе... Вот от чего, да, Николай, это важно, это уже без шуток. В Верховной Раде, да, на прошлой неделе планировался тройной удар по украинцам, соответственно, земельные законы планировались, антирелигиозные, вот законы планировались. Я даже писал на эту тему, я не знаю, видели ли вы в Фейсбуке, отдельную статью вот по антирелигиозным законам, два было запланировано к рассмотрению, соответственно, которые предусматривали фактически рейдерскую атаку на киевскую православную церковь московского патриархата, но фактически закладывали... эти московско-патриархальные какие-то не антирелигиозные, они что, они против религии законы там? Нет, они... ...обород уплачевают? Нет, почему? Эти законы... И ход в другую. ...минус закладывают под любую конфессию, грубо говоря, потому что там облегчают возможность захвата имущества, дают возможность государству вмешиваться в, соответственно, в церковные дела, что прямо... ...захватил и стал атеистом? Что прямо нарушает пятая статья Конституции, которая свидетельствует, что государство отделено от политики, то есть государство отделено от церкви, церковь отделена от государства. Сейчас государство прямо вмешалось в общем-то в церковные дела и по сути, вот если эти законы будут приняты, они могут быть приняты еще на этой неделе, то по сути это будет означать, что Украина может оказаться на пороге религиозной войны, потому что опять будут разборки, захваты конфессий, захваты храмов и в общем нам кроме всех проблем нам не хватало вот еще только религиозных. Ну и вот я уже назвал... То есть даже понятно, кто в ней будет неверными, да? В этой войне религиозной. Помните, как война была? Крестоносцы, эти все походы... Ну и вот я уже назвал земельные законы антирелигиозные и еще так называемая пенсионная реформа вот ожидается как третий удар по украинцам. Соответственно, пенсионная реформа, ну по сути, это повышение пенсионного возраста немного заувалированное. Что-то я заговорился чуть-чуть. И вот, соответственно, если украинцы вот средний возраст жизни мужчины в Украине 62 года, а на пенсию выходит 60 лет, то есть в среднем мужчина может выйти на пенсию буквально два года там как-то побарахтаться и... Короткий такой напиток. Соответственно, и подготовиться к земле, как советовал Виталий Пучков. Соответственно, а сейчас хотят даже не так. Сейчас хотят де-факто сделать пенсионный возраст 65 лет, чтобы до пенсии не доживали совсем, чтобы сразу готовились к земле. Но они это по-другому, скажем так, сформулировали. Они сформулировали, что нужен стаж 35 лет. Откуда может быть стаж 35 лет, когда в 90-е годы все были в тени, то есть ну не все очень многие по рынкам куда-то по заграницам ездили. И сейчас очень многие в тени, потому что с введением минимальных зарплат 3-200 тоже очень многие ушли в тень, поэтому, соответственно, 35 лет стажа далеко не у всех есть. В то же время налогов очень много платит любой украинец, даже при банальном походе в магазин. Вот мы идем в магазин, мы там на любой товар платим 20% там по ДВ. когда мы ну сейчас уже сняли эту наценку, ну вот где-то полтора года было после событий на Майдане, что при покупке долларов, соответственно, ты на каждых 100 долларов платишь 2% соответственно в пенсионный фонд, соответственно, ты там если 2% от 100 долларов там соответственно тоже 2 доллара на каждых 100 долларов ты платишь в пенсионный фонд, получается, что люди, у которых там были обороты, кто закупал там хотя бы 10 тысяч долларов 30 тысяч долларов то они в пенсионный фонд все равно заплатили очень много денег защитно это никаким образом не будет то есть будет отталкиваться от их стажа поэтому соответственно это очередное ограбление населения очередная попытка залезть с трех сторон грабит и очередная попытка украинцев в общем заставить умирать раньше чем они собственно выйдут на эту пенсию тоже смехотворную поэтому соответственно все эти красивые разговоры когда там выступает владимир гройсман рассказывает нам что вот нужен на 35 лет стажа что у него уже там что-то 20 лет или 25 лет стажа в 39 лет но надо же помнить кто кто был его отцом что у него стаж он работал на своего отца и собой у каждого украинца был такой богатый папа как у гройсмана то я думаю у всех был у нас было по 20 по 30 лет стажа ну поэтому как бы вот все эти разговоры может надо имеет смысл подробнее разворачиваться таки эти законы не проголосовали жда пока что она нет но земля вот вспомнили на пятом канале я с вами там замечательный ролик социальный на пятом канале где показывает немножко там и венесуэлу кусочек и и кубу напоминает ну и и правда к ндр еще да и сравнивают эти страны с украины в этом ролике вот только дескать в них нету частной собственно земли как такова земля не лезть товарами продается поэтому украина должна как можно быстрее прекратить вот быть похожи на эти страны но наверное вопрос то он как-то и посложнее вот что вы на что думаете удастся видимо если президентский канал значит президенту не против этого даже может и за это придется до удастся ли президенту его собственно но скажем такое единомышленникам и его гвардии его правительству но что же его части этот закон провести и чем-то чего-то для украины для украинцев но чего-то прежде всего тем что рынок земли в украине очень недооценен соответственно он стоит в десятки раз стоит дешевле земля чем те же страны западная европа чем даже в польше и соответственно фактически под видом открытия земли но мы теоретически можем понять что вроде как человек имеет право продать там свою землю упай как минимум от колхозник бывший которому распоевали наделили его землей но фактически в аренду банальное ограбление населения это вроде того как вот не хватает нам с вами денег и мы продадим квартиру и потом пойдем бомжевать наверное некоторое время мы лучше заживем если мы передадим квартиру или если мы продадим почку или если мы еще что-то такое сделаем но потом получается что с этим делать по сути вот при нынешней бедности населения при нынешней нищете безусловно эти законы очень опасные их там же речь это земле сельхоз назначение до сельскохозяйства назначение то есть там не под постройку например домов каких-то может быть датчик вот то что раздают воинам ветеранам а то бесплатно землю да а это какая-то другая земля будет торговаться если произойдет знаете назначение умельцы очень легко меняют сначала расскажешь о сверхозном значении а потом построят там коттеджи то есть полигон полигон можно построить фантастическое количество коттеджей например в той же кончезаспе где неоднократно ездил к своим клиентам там тоже возможно сначала были разговоры о каком-то сверхозном значении а попутно же присматривали как коттедж да николай себе там то есть если вдруг что-то там неплохо можно поселиться нет на самом деле я учел ошибки наших представителей власти и даже наших известных политиков журналистов того же лещенко который вот купил квартиру в центре шикарно и все журналисты к нему прислали пристали поэтому никого коттеджа я покупать не буду я буду скрыл за квартиру за границей я буду жить везде достаточно скромно не совсем долго потому что да скромно и долго поэтому соответственно вот сейчас покупка коттеджа принесет больше проблем чем радости поэтому я просто смотрел на ошибки других что они но то есть земля может перепрофилироваться но я строят коттеджи которые придется потом декларировать может ну как сказали там умельцами быть перепрофилировано вообще-то земли же очень много какое-то неучтенное которое не попало в кадастры которые вообще вот они вроде разговоры идут но чья она непонятно вроде бы она такое ощущение что как будто мы еще при вот том самом переходном периоде социалистическом таком периоде когда вот со собственники все было такое общественная собственность была она государственная и земля была тоже в этой самой государственной собственности сейчас уже не то не только шесть соточек которые может быть и уничтожили этот самый социализм когда раздавали их под дачные участки, ну, отчасти из-за этого, но и то, что колхозники получили свои паи, они их там сдают в аренду крупным сегодня землепользователям. Вы знаете примерно какие расценки на сдачу паев в аренду? Ну, я думаю, что тысяч пять за год они могут получить, или там вот один человек получил в свое время, колхозник, ну, думаю, что в год это получается, может, до десяти тысяч гривен, да? Ну, примерно, я слышал расценки, они, конечно, фантастически низкие, за гектар в год тысячу гривен, то есть в переводе на доллары, мы же, наверное, в долларах больше уже мыслим, то это будет где-то 35 долларов. Мы мыслим не долларов, Николай, мы, в основном, в купонокарбонцах. Ну, в основном, в основном политики, эксперты, в основном они все-таки все рассчитывают в долларах, потому что рассчитывать в гривнах можно уже запутаться. И, в общем, в результате, если 35 долларов за гектар, ну, сколько там можно сдать? Ну, максимум, действительно, может быть 10 гектаров, но будет 350 долларов в год. Но это, в общем, не те деньги, благодаря которым можно в полной мере воспользоваться безвизовым режимом и поехать там куда-нибудь в Париж. Ну, кстати, о режиме безвизовом я услышал в последнем вступлении президента. Он прямо сказал, что близок-близок тот час, когда первый украинец с биометрическим паспортом пересечет, видимо, в 00 часов, ночью, наверное, нужно пересекать эту границу. Я не знаю, будет ли приз какой-то ему, но то, что это произойдет в ближайшем же месяце. Так он же, смотрите, вот тут звенья одной цепи. Сначала запретили, соответственно, в соцсети, и потом открыли безвиз, чтобы люди хотя бы для того, чтобы оказаться в соцсети, вынуждены были куда-то бежать из Украины. А, кстати, по поводу тройного удара, о котором мы говорили, то, соответственно, пока не удалось нанести этот удар. Ни одного, ни второго, ни третьего. Да, причина там понятна. Тройная угроза есть. В четверг, соответственно, на минувшей неделе молитва была очень мощная священников под Верховной Радой. Вот почему не прошло, Николай. Съехали со всей Украины священники и молились за то, чтобы депутатам Бог хоть немного ума дал, но хоть немного мозгов. Били в одну точку. И, соответственно, эта молитва, видимо, как-то помогла или просто постеснялись. Соответственно, этот удар не был нанесен. Но что касается антирелигиозных законов... Рикошет был, рикошет небольшой. Гаврилюка, да? Видимо, рикошетом молитва все-таки там же он устроил такое. Что касается антирелигиозных законов, они все-таки планируются уже на эту неделю. Земельная угроза тоже остается, пенсионная угроза остается. Плюс еще остаются законы, вот на эту неделю хотят еще более жестко ввести квоты на то, чтобы телеканалы больше говорили на украинском языке, чтобы было не менее 70% эфира, иначе их из эфира вышибут. Но я думаю, что это конкретно у Карлайфа не касается, потому что... В интернете? Да, вы выходите в интернете. Установи процент на соотношение. Еще примерно полгода канал будет выходить, потом закроют Фейсбук и Ютуб, и уже запретят для еще большей демократичности. И тогда уже, наверное, будет сложнее. У нас замечательных много очень программ. Николай, не оправдывается, просто вы же не смотрите весь корпус, так сказать, текстов, которые здесь выговариваются. Дух Лиитра, масса идет программ на украинском языке, рассчитанных именно на людей, которые просто любят украинский язык, которые слушают на украинском языке. Мы с вами на крайнях тоже можем на украинский прийти. Конечно, там те наши зрители, которые из России, нам поставят за это дизлайк, но мы все равно... Мы говорим о том, что аудитория Укрулайф достаточно широкая. Это 60 тысяч подписки сегодня, кстати. Я напоминаю, и Николай, можешь повторить, если что, что можно на наш канал подписаться. В Ютубе по-прежнему Укрулайф.тв. И нас слушают везде. И на непоконтрольных территориях, и в Крыму, который там аннексирован. И как-то там люди живут же и слушают Укрулайф, конечно, смотрят. За границей смотрят. За границей, в Америке, в Израиле, ну везде, где есть русскоговорящие люди, и украиноговорящие, они смотрят нас. Ну и в России в том числе, конечно. Я, кстати, подумал, что Россия не включена была в число тех стран, которые в этой рекламе социальной, на этом канале президентском, да? То есть в России частная собственность на землю давно уже. Земля уже торгуется, да? Коля, вот вы не знаете? Даже было интересно проверить. Может быть, там сейчас нам помогут сразу же наши комментаторы напишут. А я вообще сейчас не вижу смысла сегодня детально обсуждать Россию, потому что мы как-то вот все время говорим о России. Но в России земли-то поболее, да? Вот если так, вы знаете, там даже какая-то, я не знаю, в Украине так вот тоже было какое-то интересное поветрие, когда людям, которые хотят много земли и жить на земле, и как-то ее, может быть, там, не знаю, воздействуют. С географической точки зрения, безусловно, Россия намного крупнее Украины, там есть большая... И есть вечная мерзлота в России. Вот я же сам оттуда севера, и там тоже очень много земли. То есть можно было ехать туда, получив много земли, и там ее как-то, ну вот, приводить в такой черноземный какой-то вид, может, или какой-то порядок. Возвращаемся к нашему все-таки премьер-министру Гройсману, да, Николай? Мы так о нем пытались говорить, в том смысле, что уж он-то точно поддерживает линию президента, да? И вот все эти три угрозы пока. Но и он должен немножко отчитаться же за... Он поддерживает линию президента, хотя злые языки утверждают, что несколько месяцев назад он снял из своего кабинета портрет президента, и теперь у него на стене портрет президента не висит, что очень много их возмущает, но, тем не менее, он даже без портрета продолжает поддерживать. Донесли президенту, донесли, и ведь туда же Николай. Я не был, на самом деле, в кабинете у Гройсмана, и туда не стремлюсь, но вот злые языки, которые там были, утверждают, что портрет он снял. Ну, все-таки с его вот отчетом. Ну, вот с отчетом получилась интересная ситуация. Он уже на троне премьер-министра больше, чем год и месяц, и на месяц перенесли вот его отчет, в связи с тем, что он... Ну, в связи с тем, что Верховная Рада, собственно, в очередной раз отдыхала, была на каникулах. А теперь опять вот, опять не готов оказался Владимир Борисович к отчету. Не смог он отчитаться, перенесли вот на эту неделю. На прошлой неделе был традиционный, очень нудный час вопросов к правительству. Там тоже Гройсман выступал, говорил про пенсионную реформу. В основном он говорил про пенсионную реформу, что вот это не социальная помощь, что все украинцы должны официально работать 35 лет, и тогда мы им, так и быть, дадим там пенсию в 45 долларов, чтобы они умерли, ну, он не в долларах, он там в гривнах что-то называл, там 1200 гривен или 1500, чтобы они, очевидно, ни в чем себе не отказывали. Ну, и, разумеется, вот сам его облик, даже физически, вот с его речами, когда он произносит то, что он произносит, это вызывает у украинцев, мягко говоря, раздражение, потому что он там говорит про трудовой стаж, про пенсии, про какие-то социальные вопросы, в то же время, как лично он с трудом влезает в телевизор, если вообще влазит, поэтому как-то вот это звучит немножко издевательски из-за уст. Ну, тем не менее, вот он проводит эту так называемую реформу, ну, отчитаться, видимо, ему все-таки придется на этой неделе отчитаться, и, судя по всему, его статус будет немножко провисшим. С одной стороны, не будет голосов на его отставку, очевидно, что не будет, он, видимо, сидит в кресле. С другой стороны, пока нету голосов за поддержку, за поддержку его программы, и даже хотят сделать финт ушами, то есть не собирать голоса за поддержку его программы, а собирать голоса, кто против его программы. Тогда тоже, как бы, голосов не хватит, но, по сути, это манипуляция. Поэтому вот Гройсману придется отчитаться, но в состоянии он будет подвисшим. Также отчитаться придется нашему замечательному генеральному прокурору. Да. Юрию Витальевичу Луценко, который за год превратился в пиар-агентство. Он очень сильно гоняет бывшего президента Виктора Януковича по всей России. Вот на прошлой неделе, как я и прогнозировал, суд не состоялся над Януковичем, не состоялась эта видеоконференция, потому что украинская сторона банально не соблюла процедуры. Нужно было подать в Минюст запрос. Минюст должен был идентифицировать личность Януковича. Вот что это именно Янукович, а не скажем Андрей Метлюк, как бы, и Николай Спиридонов, что это именно Янукович. И, соответственно, ничего этого проверено не было. Видеоконференция была перенесена в очередной раз. И, в общем, ну, тем не менее, значит, Луценко обеспокоен Януковичем, обеспокоен Назаровым, обеспокоен Арбузовым, Клименко. И еще Сталин и Берия, там же у него тоже. Да, да, вот уже разобравшись с предыдущей, так сказать, злочинной властью, уже взялись за позапоза предыдущую, то есть уже, в общем-то, подозрение собираются вручить Лаврентию Павловичу Берии, Йосипу Виссарионовичу Сталину, только непонятно, как это будет проходить технически. Но, тем не менее, наша генеральная прокуратура взялась уже за Сталиной Берию. Я думаю, что Чингисхан с ханом Батыем напряглись, потому что, как известно, хан Батыи в 1240 году безжалостно захватил Киев, многих пограбил, многих убил, так что, в общем, есть обоснованное предположение, что хан Батыи – это военный преступник, а его дедушка Чингисхан, соответственно, вот был одним из основателей страны-агрессора, вот в данном контексте, вот в Монголии. Поэтому, соответственно, очень скоро, я думаю, наша прокуратура до них доберется. И вот... Должен напомнить, что все-таки, несмотря на это вот монголо-татарское нашествие, Софии Киевской сохранена прекрасно не только там Богоматерь, наша Аранта, знаменитая на этой стене, но и там Пантократор, и все вот эта вот мозаика, тысячелетняя уцелела, и пока стоит эта мозаика, будет Киев, будет Украина, есть такое вот настоящее поверье. Ну, просто сейчас вот НАБУ, вроде как, поручено заниматься преступлениями нынешних, нынешних как бы, но они там не занимаются, конечно, политиками уровня премьер-министра, они там какие-то берут поменьше, но тем не менее. А прокуратуре осталось только гонять разных преступников там, среднего уровня, и, соответственно, вот гоняться за бывшими. Соответственно, вот все это выглядит достаточно комично, и, по сути, вот прокуратура не ответила нам на резонансные вопросы, мы до сих пор не знаем, кто стрелял на Майдане, мы не знаем про трагедию в Одессе, кто там людей живьем сжег, мы до сих пор не знаем резонансные преступления, кто убил Олеса Бызину, мы не знаем, кто убил Павла Шеремета, мы не знаем, тут посреди Киева расстреляли бывшего экс-депутата российского, мы тоже не знаем. По сути, на все резонансные вопросы мы не имеем ни одного ответа, как в одной песне поется культовой российской группы «Пикник», на все вопросы рассмеюсь я тихо, на все вопросы не дам я ответа. Вот примерно так вот. Николай, как вы повышаете количество ваших подписчиков и фанатов, да? «Пикник»-то до сих пор слушают многие, я думаю. Соответственно, вот так Юрий Витальевич тоже, на все вопросы про Майдан, про Одессу, про убитых журналистов, он тихо рассмеется и скажет, что он выдающимся образом преследует Виктора Януковича, Николая Азарова и Сергея Арбузова, что они там уже в России. Вы думаете, что Луценко останется прокурором генеральным достаточно долго еще? Есть два варианта. Потому что он себя ведет, справляется, не справляется? Вернее, недавно было два варианта, сейчас уже три варианта. Первый вариант, он останется на посту генерального прокурора. Это никого не волнует, справляется он или не справляется, он остается доверенным лицом президента, он может остаться. Второй вариант, если вдруг будет тот малореальный сценарий, что все-таки Владимир Гройсман идет из кресла премьер-министра, то Юрий Луценко вполне реально может стать премьер-министром, потому что у Порошенко очень мало доверенных лиц. Он доверяет буквально считанным людям, в том числе Луценко, он может его сделать премьер-министром. Ну и последний, третий вариант, сейчас пытаются качать кресло активно под министром внутренних дел Арсеном Аваковым, и один из вариантов, вот поменять Авакова на Луценко, если получится, в чем я, правда, сомневаюсь, потому что у Авакова тоже достаточно мощная поддержка. Но, по крайней мере, сейчас Юрия Витальевича в мусорник никто выкидывать не собирается, иллюстрировать его не собираются, и вот большая вероятность, что если он не усидит в своем кресле, то он даже займет кресло, может быть, более высокое. Николай, есть одна такая тема, и, собственно, она еще горячая, после того, как в Украине прошел, ну, в общем-то, достаточно массовый, всенародно такой день памяти политзаключенных. Вот тема политзаключенных сегодня, особенно с безвизом, и с тем, что люди стали, наши политики себя чувствуют гораздо свободнее, чем даже простые граждане, и всегда могут, ну, просто говоря, уехать за границу, когда их жили, что-то угрожают. Так и политики и так всегда могли, совершенно без проблем и без виз. Да, точно. Ну, вот они уезжали, если, ну, не все уезжали, некоторых вот предшествующий режим мы просто там хватали и бросали за решетку, как Юрий Викторович. Ну, это те, кто не успели выбирать. Или же какие-то были принципиальные вот соображения. Тот же, например, на Винске на него, как бы вроде какие-то дела открывались, а вот он выступает, и тоже, как и вы сегодня. Его дела заглохли, потому что не было никаких... Говорит о возможности даже какой-то религиозной войны. Ну, вот политзаключенные, и вся эта традиция, ну, страшная традиция, конечно, когда сидели в тюрьмах, я смотрел центральные каналы наши, так сказать, бродкастинговые и президентские, в том числе, замечательные были программы, какие-то такие ощущения, что все же это купленные, лицензионные, может, или как они называются, программы, потому что уже более-много съемок в России, там, везде, Магадан, Колыма, по этим лагерям. Вы думаете, со съемки в России это купленные программы? Ну, сделанные россиянами, может быть, режиссерами российскими, а купленными для наших каналов. Ну, о чем и нет. Такая практикуется вещь, и думаю, что до сих пор это можно делать. Вот, как вы думаете, насколько сегодня то, что называется политзаключенных, этот феномен политзаключенных, он, ну, как-то актуален, вот, все же слова эти нужны нам, да, чтобы вопрос задать, в нашей стране? Достаточно актуален, ну, так вот, если с разгона, допустим, Кацаба, ну, как его трактовать, по сути, он сделал несколько политических заявлений, сел на полтора месяца в тюрьму, то есть полтора, полтора года, например, пробыл в тюрьме, и если бы не талант его адвокатов, то большая вероятность, что он бы мог сидеть и дальше. Потом еще парень, Василец, 17-го канала, тоже совершенно не доказана какая-либо его вина, сказали, что какие-то его серверы вроде бы стоят на подконтрольной территории, то есть на неподконтрольной территории, но там, как бы, никакого доказательства нет, он сейчас тоже в СИЗО уже года полтора, поэтому вот этот парень, который, слава богу, в тюрьму не сел, но получил два с половиной года условно за посты там с коммунистической символикой, ну, вот, если бы его еще посадили, как это трактовать? Поэтому, к сожалению, вопрос политзаключенных в нынешней Украине актуален, к счастью, пока еще нет массово такого явления, как садить в тюрьмы за политические убеждения, но фактически сейчас в нынешнем законодательстве много таких статей, вот, например, есть такая замечательная статья, я не помню ее номер, но она в уголовном кодексе уже в украинском уже больше 20 лет, распространение информации, имеющей цель дестабилизировать ситуацию в стране. Вот мы с вами говорим, допустим, о пенсионном фонде и рынке земли. Кто-нибудь может прочитать из компетентных товарищей и сказать, они таким образом своими разговорами по какой-то рынок земли, вот, они дестабилизируют ситуацию в стране. Поэтому, по сути, вот под эту статью можно любого из нас подвести и действительно сделать политзаключенными, то есть, в принципе, уголовный кодекс украинский позволяет сделать из кого угодно политзаключенного, единственное, что пока опасаются лиц медийных, лиц публичных, то есть, грубо говоря, если взять медийное лицо, там, медийного известного эксперта, предположим, посадить его в СИЗа, то вокруг его имени будет еще больше шум, чем раньше, все те же каналы, все те же журналисты, может быть, будут про это кричать и, соответственно, как-то оно будет неудобно. Саня Курас, если вас посадят, мы точно будем в этом постоянно. Нет, меня не посадят, вы этого не дождетесь, поэтому... В колокол будем. Поставим маленький колокол, длинное крыло, и будем, нет. Но я, конечно... Но все-таки, вы знаете, представители действующей власти знают, что меня категорически не стоит трогать, потому что я связан и с правозащитными организациями, и с европейскими определенными политиками, что просто тут лучше обойти, лучше не трогать. Я просто подумал, что мы так немножко веселимся, но это, конечно, подготовка такая к Укрлайкам. Сегодня я вот открою секрет. Николай Спиридонов будет на Укрлайке, на Укрлайках в 5 часов, мы вводим в онлайне, потом, конечно, будет выложено, но поэтому такой же настроек должны прийти ваши коллеги, друзья, они тоже очень ждут встречи с вами. Ну, на Укрлайках мы посмотрим, а сейчас вот серьезно, когда мы говорим о том, что, ну, в исполнении президента я слышал большую речь по поводу там предзаключенных, репрессий, постоянно идет все-таки не то, что уравнивание даже, а какое-то смешивание, такое перемешивание вот преступлений перед человечеством, которые были там доказаны на Нюрнбергском процессе, да, имеется в виду национал-социализма, ну, и стран-союзников, так сказать, Гитлера, сегодня, кстати, нам сказали, на Книжном арсенале вышла биография Муссолини, наверное, Майн Кампф тоже там, если поискать, нужно найти, но это так слову, и того, что называют коммунистический режим, и, ну, президент особенно об этом говорит, я не знаю, он сам прекрасно говорит, у него отлично поставлена речь, очень образная речь, он рассказывал даже там случаи страшные все, как кого там, казнили большевики, но вот когда уравнивают, понятное дело, Гитлера и Сталина, так сказать, большевиков и национал-социалистов, то в какой-то момент понимаешь, что вот эта вся история предшествующая нашей даже жизни, история там УССР и чуть раньше, начиная с Украинской революции, которую тоже президент, кстати, объявил в этом году уже сто лет, да, она как-то чуть не то чтобы стирается, но как-то запутывается, вот как думаете, это декоммунизация, она до каких пределов вообще может распространяться, или какой-то будет вот ее некий такой финиш промежуточный, то есть как далеко может это зайти? При желании можно сравнить Сталина с Гитлером, хотя бы почему, потому что есть общий термин тоталитарные режимы, и в общем-то режим немецкий, фашистский был тоталитарным, режим советский, при том, что я его огульно как бы не ругаю, там были свои плюсы, но в общем-то он тоже был тоталитарным, поэтому в этом плане, да, они и похожи, то есть они эти два режима соответственно вот тоталитарны, но оценку, когда мы там сравниваем, все-таки мы сейчас ближе к одной из сторон того давнего конфликта, поэтому в России, в Украине принято все-таки считать, что основным виновником... Вы как историк по первому образованию, да? Вы все-таки думаете на счет что? Все-таки какая-то предшествующая история и культура, и наследие культурное, и как-то мы все это осваивали, и усваивали, сейчас тогда начинается какой-то немножечко такой новый разбор там пантеонов героев... Ну соответственно, у нас принято все-таки считать, что во Второй мировой войне и соответственно в Великой Отечественной войне виноват в основном Гитлер, есть, конечно, определенные книги того же, например, Резуна, который себя назвал Суворовым, там, Ледокол и так далее, где он доказывает, что наоборот была ситуация, что Советский Союз там должен был ударить, но тем не менее в эту тему не хочется... к репрессиям, война, понятно, вот репрессии, репрессии при СССР, ГУЛАГе и так далее, Сложеницын, не только Суворов, многие писали люди у нас на разные темы, которые они разбирались хорошо, и вот, ну, вам вспомнить, есть, конечно, ужасные какие-то вещи, которые, ну, надо изучать, этим занимают специалисты, но есть некая такая общая, я бы назвал даже, это не идеология, а информационный такой фон, вот такой шум серьезный, который... Информационный шум, это, прежде всего, отвлечение внимания, Петр Алексеевич хочет отвлечь от повышения коммунальных тарифов, от инфляции, от земельных вопросов, от пенсионных, ему выгодно поговорить о Сталине, поговорить о Гитлере, это, как бы, та тема, на которой он более-менее выглядит, вообще он отрывается от реальности, на самом деле, все больше и больше, вот его пресс-конференция, которую я внимательно смотрел, он подготовился буквально к одному опросу, безвизовый режим, он рассказал, у нас большая победа, мы приняли безвизовый режим, кстати, я могу открыть секрет Пали Шанеля, в общем-то, в европейских документах, вообще там, в переводе, оно идет, либерализация визового режима, мы так громко называем безвизовым, но на самом деле, это вообще не безвизовый, это либерализация визового режима, ну и вот он там, он приготовился говорить про безвизовый режим, а тут детская неожиданность, неожиданность журналистов, что-то еще интересует, кроме безвизового режима, у него неожиданно там, что-то про Евровидение спросили, неожиданно у него что-то про АТО спросили, еще что-то спросили, и в общем-то, президент растерялся даже, потому что он считал, что это его бенефис, что всех интересует исключительно безвизовый режим, что в стране еще существуют какие-то проблемы, кроме этого режима, там, строгого, не строгого, он даже не подозревал, И фактически, несмотря на то, что вопросы могли быть и поострее, ну, в общем-то, он свое выступление завалил, потому что он, как неродивый студент, подготовился к одной теме, и когда возникли какие-то другие темы, ему, в общем-то, сказать было нечего. Ну и сейчас тоже, поскольку ему, ну, есть известный терпит, что история – это политика, направленная в прошлое. Поскольку предъявить Петру Алексеевичу нечего, так он вспомнит не только Сталина с Гитлером. Я думаю, что ему можно написать тексты, какие-то менее значительные фигуры. Можно поговорить про Молотова, можно поговорить про Жукова, можно поговорить про Жданова, не того, который сейчас министр, а того, который был в Советском Союзе. Можно поговорить про Троцкого, можно поговорить про Кассиора. Да вообще есть про кого поговорить, собственно. То есть только чтобы не говорить о коммунальных тарифах и не говорить об обнищании украинцев, то, в общем-то, можно заклеймить всех коммунистов вплоть даже до руководителей районных обкомов партии. В общем-то, эта тема более выигрышная, чем говорить о том, что творится сейчас. Пределы контроля, так сказать, вот этого декоммунизирующего движения в нашей стране, оно такое в масса же пошло, вспоминается фильм Джармуша, неплохой, кстати, пределы контроля, limited control, да, там речь шла о воображении. Я вот думаю, насколько здесь велика роль, конечно, воображения не только простых людей, но и тех, кто находится у власти, а не что же с фантазией люди? Они в основном погружаются в теплую ванну. То есть я примерно тоже это многократно видел на примере того же Януковича, что в какой-то момент, когда человек садится на высокий пост, он от себя начинает интуитивно отодвигать всех, кто может ему как-то перечь, грубо говоря, и приближать к себе тех советников, которые ему постоянно говорят, ты сказочно велик и все хорошо, прекрасная маркиза. И в какой-то момент человек просто отрывается от реальности, он не ездит ни в метро, не общается никак с людьми, вот ему постоянно говорят, говорят, ты велик и все прекрасно. И когда вот такая нагрузка на голову у него происходит несколько лет подряд, то он начинает в это верить, что он действительно велик, что в стране все прекрасно, что те, кто его критикуют, это агенты Кремля или еще там не знаю кто. И, соответственно, вот он начинает в все это верить, и действительно, когда Порошенко выступает, он бывает настолько себе верит, что он даже чуть не плачет от умиления, что вот он говорит, да, экономика растет на 2%, состояние народа повышается, ну там агенты Кремля иногда мешают, там что-то с какими-то красными знаменами выходят, но вообще-то все растет. После встречи с Меркель, я думаю, что у него уверенность добавилась, он же приехал снова одушевленный, наверное, о чем-то они поговорили, как вы думаете? Но надо еще посмотреть, подпустят ли его хотя бы через запасной вход на саммит 20-ки, потому что Украина, как мы знаем, большую 20-ку не входит, но тем не менее многие страны там приглашают. Но в прошлом году его просто даже не подпустили, то есть на пущенный выстрел. То есть сейчас, если его хотя бы допустят там где-то с краешку стола посидеть, вот на подставном стульчике, вот это будет для него большой успех, но пока мы не знаем, как бы допустят ли его вообще там хотя бы присутствовать. Но поддержка со стороны Меркель есть все-таки, наверное, в Порошенко. Конечно, для Порошенко хорошо, что его приняла хотя бы Меркель, потому что круг политических лидеров, которые готовы его принять, очень узок. Трамп с ним разговаривать не готов, он ему еще с Климкиным или с кем-то. Тоже во многих странах, в Голландии его не примут, во Франции пока тоже непонятно. То есть, по сути, в Западной Европе он с Польшей, вот тоже отношения ухудшаются. Ну, по сути, вот приняла его Меркель. Ну, вот куда ему еще ехать? По сути, вот несмотря на то, что мы очень долго говорили про изоляцию России, но, наоборот, Украина в определенную попадает изоляцию, и простор для визитов от зарубежных, в общем-то, очень невелик, куда можно поехать. Ну, украина в изоляции, это как бы на Россию сказано, хотя у нас есть в Киеве... Ну, элементы изоляции есть, потому что не так много лидеров, как бы, международных, которые вот так вот готовы принять Порошенко. Ну, вот перечисляйте, если вы со мной не согласны, кто вот из ведущих мировых стран рад будет визиту Порошенко. Не, я сижу и думаю, вот, наверное, все-таки пример того, как Трамп поехал сразу в страну, связанную с, в общем-то, особым отношением к свободам, правам человека и даже к смертной казни, я имею в виду, как бы не Саудовскую Аравию, да, где он-то побывал у шейхов? Ну, вот, да, поехал он в Саудовскую Аравию, более того, на рекордную сумму подписал вооружение, там, что-то больше 100 миллиардов долларов. А вот там у них тоталитарный режим или нет? Как у Николая, все-таки, у саудитов, насколько он тоталитарен? Вы знаете, я... Демократия, такая особая ближневосточная демократия. Вы знаете, я там физически не был, я боюсь ошибиться, но, судя по той информации, которая до нас доходит, у них не слишком демократический режим, хотя, может быть, немножко... Особенно статистика смертных казней за последние 10 лет, там уже каждый год, казнят, и до сотни набегают. И причем причины, по которым можно быть казненным, страшно произнести, даже вот, начиная от гомосексуализма, чуть-чуть сказал, за которым мы боремся. Мы же за право человека боремся, и за вот явления всех цветов прадуги. Ну, лично я за гомосексуализм не бороюсь, бороться не планирую, а по поводу... Там можно на смертную казнь попасть, не говоря уж там о других. Да, ну, и поэтому, наверное, вот я думаю, куда надо ехать самому Петру Алексеевичу, чтобы наладить отношения, чтобы такие контракты, как Трам, заключать, и, конечно, об этом президент постоянно думает, и мы тоже можем, как можем ему помочь в этом? Ну, сравнить сейчас Порошенко с Трампом, это все равно, что сравнить слона, не будем даже уточнять с кем, но с другим, в общем-то, животным, поэтому сравнение... Помельче, да? Да, но с животным таким помельче, поэтому, соответственно, это не вполне корректное сравнение, но, действительно, в основном у Порошенко его зарубежные визиты носят больше туристический характер, то есть он там поедет со своей свитой, деньги, соответственно, освоит, в основном вот результатов мы не видим, поэтому, соответственно, вот до таких визитов, которые приносят результаты, пока... Подождем, думаю, что мы и дождемся, а пока, Николай, мы дождались, знайте с вами третьего номера Бурлеска, потому что я вам дарю все номера Бурлеска в студии, вот такой номер, и в этом номере, видите, такая лаконичная обложка, только три персонажа, это Забушка, это Стивен Кинг и Марко Вовчок, думаю, что вы, как читатель Бурлеска, даже спасибо, вы на Фейсбуке подсвечивать должны, ну, как-то не должны, но можете помочь, что мы прекрасно делают, издаются нашими украинскими издателями, никакой здесь нет, конечно, и близко тут вот, на этой обложке точно, какого-то даже тени какое-то малейшее, там, знаете... Сепартизма? Да, кремлевское какое-то, то есть, это просто украинцы, которые во всем мире, люди, которые так или иначе имеют отношение к Украине... Я думаю, что с третьего раза можно найти агентов Кремля, если вы сейчас... Нет, тут, кстати, большой материал есть в середине и о событиях у нас, связанных с этим конфликтом, в общем, Николай, я вам, да, о джазе, то есть, ну, тут все, вот, знаете, это такой, это бурлеск. Дарю вам этот номерочек, третий, пожалуйста, Николай. Да, большое спасибо, я думаю, что когда у нас будет следующая встреча, то выскажем свое мнение. Немножко вы о нем расскажете, да, спасибо. Да, по поводу причинного. Значит, с нами был Николай Спиридонов, политический эксперт, мы продолжаем до связи на Укрлайф, ждите вот буквально в 5 часов, будут укрлайки, и, может быть, вот это вот настроение такое у нас с Николаем возникло, но у меня особенно такое веселое предвкушение к тому, что мы сегодня можем поштить, мы постараемся и вам тоже, так сказать, создать. Все, прощаемся, значит, до скорой встречи, Николай, точнее. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok